всем привет на связи борис скалов сайт сан точка ру из аэропорта фьюмичина время и давайте вам расскажу правила провоза ручной клади принципе они правил провоза ручной клади практически стандартно всех авиакомпании у аэрофлоту с его на уральских авиалинию победы какие у нас еще компании такие известные летают nordavia red wings европейские компании вот я читал италии еще что нельзя точно провозить нельзя точно провозить жидкость больше ста миллилитров таким образом например шампуни какой-то духе другие вещи маленькие пузырьки наливается честно некоторые компании пускают допустим большая бутылка на пол литровый там есть половинка или даже 200 некоторые с маленькими пускают но официальные правила таковы у всех авиакомпаний нельзя никогда провозить ножницы нельзя провозить зажигалку то есть спички ножницы зажигалки выкидывать бритву бритвы можно я всегда провозил но опять могут какие-то авиакомпании докопаться и выкинуть но я ни разу не выкинул всегда провозил бритву маленькие ножницы кто-то выкидывал за ручной клади кто-то нет но официально их нельзя провозить нельзя провозить также дезодоранты которые спреи то есть взрыва опасные вещества не считаются провозить нельзя что можно провозить зубную щетку пасту дезодорант который твердый маленький его провозить можно правило провоза ручной клади в килограммах у всех разные у кого 5 килограмм у кого 8 у кого 10 это читайте на сайте авиакомпании размер тот же могу сказать по своему опту на по практическому давайте я пойду назад то как бы не пропустить свой рейс по практическому про если 8 10 килограмм у нормальных авиакомпании не улова костов там с его аэрофлот допустим уральские авиалинии европейскими компаниями тоже многим там часто летаю если есть то вас принципе пропускают там 8 у вас будет 10 пропустит чемодан маленький продаются такие туристические чемоданы 55 40 на 20 для ручной клади в принципе если вы чуть чуть больше чуть чуть на килограмм вас больше вас пропустят могу сказать лайфхак как делать надеваете всю верхнюю одежду которую вы с собой берете на себя если вдруг переживаете например наденете куртку туда по карману разложили power банки еще какие-то тяжелые вещи надели кофту и джинсы вот у вас сразу пару килограмм выйдет из из ручной клади какие еще вещи в ручной клади провозить нельзя естественно колющие режущие оружие ни в коем случае из лекарств лекарства читайте про свою страну я просто вот честно вот какие лекарства можно нельзя обычные стандартные таблетки от головы простудные всегда везде вожу кидаю никто нигде не смотрит если у вас есть какие-то специфические вам нужны медикаменты и это уточняется у той стороны куда вы летите правило например можно ли провозить алкоголь и другие напитки в ручной клади можно если вы их купите в duty free то есть после того как пройдете контроль досмотр то есть в сканере досмотр где например заставляют выкидывать воду и другую жидкую продукцию что можно провозить орехи можно провозить фрукты можно провозить спокойно возьмите банан там допустим йогурт можете взять другие фрукты нельзя из фруктов насколько я знаю кокос то что он не просвечивается раньше напрячь в нем провозили наркотики дуриан потому что он запах убивает из собаки не могут у них наркотики но это вот все нюансы у меня есть подробная статья какие фрукты можно провозить в ручной клади какие нельзя почитайте я вам дам ссылку на нее вот такие основные правила провоза ручной клади если вам было что-то непонятно обязательно задавайте комментарии в к этому видео ставьте лайк ну и конечно подписывайтесь на наш канал до встречи в следующих видео пока пока с вами был борис соколов сайт виза сам точка ру